Мы пригласим выступить, как это предусмотрено в нашей повестке дня, Валерия Дмитриевича Соловья. А обсуждать потом будем все вместе, потому что похоже, что обсуждение так лучше получится. Спасибо. Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, год назад мы собирались здесь в несколько нервическом состоянии, ожидая, что кризис принесет нашей профессии и как он на нее повлияет. Сегодня мы можем смело сказать, что мы живы, и в этом наше счастье. Но я не уверен, что это счастье продлится так долго, как бы нам того хотелось. Есть очень серьезные факторы риска, которые будут определять развитие нашей профессии, в данном случае имею в виду и рекламу, и связи с общественностью. То, что я вам сейчас расскажу, это есть плод коллективных размышлений, двух небольших семинаров, которые проходили как с участием московских коллег, так и иногородних. Одно из этих совещаний проходило в стенах МГИМО, а второе – в стенах МГУ. На сегодняшний день мы можем с большой уверенностью говорить, что сокращение рынка рекламных и пиар-услуг окажется долговременным. Кстати, насколько он сократился? По экспертным оценкам, не меньше, чем на 40%. Более того, даже когда, если мы выйдем из кризиса, динамика развития рынка все равно будет значительно ниже до кризиса. Второй фактор носит, видимо, еще более долговременный характер демографический – сокращение числа студентов. Уже к 2012 году не менее, чем на 40%. И в дальнейшем просвета, пожалуй, что и не видится. Третье. Лицензировать сейчас, лицензироваться будет значительно легче. Это приведет к значительному увеличению числа учебных заведений, где преподают рекламу и связи с общественностью. Сейчас их по приблизительным оценкам около полутора, около 150. Видимо, их число значительно вырастет в ближайшее время. И, как мне говорили коллеги из министерства, уже растет, пользуясь фразой из одного известного романа, «стремительным домкратом». К чему это приведет? Ну, очевидно, к конкуренции. Конкуренция – вещь была бы неплохая, если бы конкурентным преимуществом не стало, во многих случаях это так, не повышение стандартов качества, а упрощение учебных программ. Вы это прекрасно знаете. Что это в российских условиях более сильное конкурентное преимущество, чем требовательность. Таким образом, эти объективные тенденции могут привести и, видимо, уже ведут к дискредитации нашей профессии. Андрей Владимирович, в следующий слайдик, будьте любезны. Спасибо. Тем паче, что наши потребители, фирмы, они и так жалуются на довольно низкий уровень подготовки. По экспертным оценкам, вот из этих 150 вузов, где преподают рекламу и связи с общественностью, только 15 обеспечивают, я не хочу сказать высокий, приемлемый уровень профессиональной подготовки. Подчеркну, приемлемый. Причем это не обязательно московские вузы, это и некоторые провинциальные вузы. Здесь это не вопрос локализации, с географией это никак не связано. Между тем, и том, что число студентов, которых мы выпускаем, наших выпускников увеличивается, на рынке ощущается острейший дефицит качественных специалистов. Здесь можно приводить много объяснений, но некоторые из них вам прекрасно известны. Это слабая связь обучения с практикой. Многие из курсов, которые считаются неинструментально. Ну, допустим, как у нас считается, я имею в виду, для пиарщиков и рекламистов курсы социологии и психологии. Это компендиумы этих знаний, в то время как им нужны другие курсы, заточенные под конкретные интересы профессии. У студентов наших, как правило, не у всех, но у большинства отсутствуют или очень слабо развиты инструментальные навыки. Что сие означают? Наши студенты могут рассуждать с глубокомысленным видом о сегментировании, таргетировании. Но когда вы их попросите составить презентацию, написать письмо по правилам делового этикета, проявить себе достойно на собеседовании, выясняется, что куда ни кинется, ничего у них нет. И, наконец, еще одна большая беда – это дефицит качественных учебников и учебных пособий. На первый взгляд, это и литература изрядна. Каждый вуз выпускает учебники, учебные пособия. Благо, мы, так сказать, грифуем их, ну, не могу сказать, что уже очень охотно, ну, в общем, не драконовски подходим. Но дело в том, что хороших учебников, хороших, что значит хороших, которые были бы в концептуальном отношении на современном уровне, которые бы увязывали теорию с практикой, таких учебников очень мало. Следующий слайд, Андрей Иванович, будьте любезны. Что мы можем сделать? Ну, повторять избитые тези о том, что надо увязать учебную подготовку с практикой, не стоит. Есть некоторые сегменты экономики, которые развиваются успешно даже в ситуации кризиса. Более того, они испытывают рост. Эти сегменты известны. Фастфуд, фармацевтика в целом и кондитерская промышленность, особенно производство в низком и среднем ценовых сегментах. Всегда, во всех кризисах эти производства развиваются успешно. Да, вот, пожалуйста, одна из сфер приложения усилий, усилий наших вузов. Второе направление. Нам надо затачивать нашу подготовку под конкретные корпоративные и хозяйственные интересы. Вообще, только в рекламе сейчас насчитывается до 40 специальностей. Только в рекламе. Естественно, ни один вуз не в состоянии, даже, так сказать, ГИМО, Ленинградский вуз, Питерский вуз, не в состоянии готовить специалистов по такому количеству направлений. Значит, надо выбирать что-то одно, два, три, четыре, и на чем-то концентрировать усилия. Третье. Нам придется сейчас, точнее, не нам, а вообще бизнесу, значительно больше уделять внимание маркетингу. Потому что общество или общественность с целом, она исчезает, действительно. И то, о чем мы говорили, как о теоретическом постулате, что надо работать с целевыми группами, это сейчас становится практической необходимостью. Поэтому маркетинговая подготовка, сегментирование, таргетирование должно составлять значительно более важную часть учебной подготовки, чем прежде. Еще одно направление. Внедрять проектную деятельность, причем не абстрактную, практически ориентированную систему профессиональной подготовки. то есть договариваться с фирмами, фирмочками, чтобы они озадачивали студентов какими-то проектами. И чтобы студенты этим занимались уже со второго, третьего, возможно, даже с первого курса. И, в общем, получали за это вознаграждение. Естественно, надо ввести в учебную подготовку курсы инструментальных компетенций. Вот то, о чем я говорил. Это может быть небольшой курс, в чем-то интегрированный курс инструментальных компетенций. И, наконец, озаботиться системной подготовкой учебников и учебных пособий. Следующий слайд, пожалуйста. И вот здесь встает принципиальный вопрос о том, как будет функционировать УМО в новых условиях. По-видимому, мы должны переходить от УМО как посредника между Министерством и ВУЗовской общественностью к УМО как некой, в общем, общественной саморегулируемой организации. Что могли бы попытаться сделать? Не только силами УМО, но силами других профессиональных объединений корпоративных. Организовать общественный аудит уже имеющихся учебных пособий и учебников. Кстати, здесь после перерыва будет небольшая выставка учебников и учебных пособий, которые подготовлены не только в Москве, но и в других российских ВУЗах, и которые коллеги нам любезно прислали или передали. Вы сможете подойти, посмотреть, и, надеюсь, вы их оставите на месте. Необходимо сформировать перечень направлений сфер профессионального знания, по которым учебники необходимы в первую очередь. И, как говорил в свое время вождь мирового пролетариата, архисрочно. И, наконец, мы можем попытаться организовать общественный конкурс на подготовку учебных пособий и учебников. Подчеркну, общественный, поскольку министерство конкурс не объявляет. Над чем стоило бы подумать? И я надеюсь, что вы выскажетесь по этим вопросам. Может быть, поскольку сейчас УМО никак уже не может повлиять на процесс лицензирования, может быть, нам стоило бы ввести хотя бы общественную сертификацию ВУЗов по рекламе СУ. То есть, по гамбургскому счету, бы сами профессионалы оценивали, кто заслуживает позитивные хотя бы оценки, а кто ее не заслуживает. Я понимаю, что это, может быть, сомнительное предприятие, но все-таки давайте подумаем об этом. Это первое. Второе. Может быть, стоило бы ввести систему рейтингования. Я надеюсь, что Марина Шилина из МГУ расскажет о попытке ввести рейтингование. И вывод следующий. Нам надо трансформировать УМО в самоуправляемую организацию. Это вопрос, если хотите, нашего корпоративного выживания. Без этого мы обречены на хаос и внутривидовую борьбу. Спасибо.